Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это полуторачасовой эфир, специальный, в рамках проекта «Культурная линия». Меня зовут Андрей Лешкевич, Ольга Авдевич в этой студии. Она подробнее расскажет о том, чем мы будем заниматься в ближайшие полтора часа. Оставайтесь с нами полтора часа до 16 часов. С нами на связи из Москвы российский кинокритик Ирина Павлова. Мы подготовили такой полуторачасовой эфир в рамках проекта «Культурная линия». И при сотрудничестве с Международным клубом журналистов, медиаклубом «Формат А3», в сотрудничестве с нашими коллегами латвийскими, литовскими журналистами, они прислали нам очень много вопросов. Мы постараемся их все озвучить. И гость нашего эфира, одна из самых интересных российских кинокритиков, Ирина Павлова, художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля, член Международной ассоциации кинопрессы. Сидит она сейчас в Москве на карантине. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну вот, слышим мы друг друга хорошо. Прежде чем мы перейдем непосредственно к вопросам, я еще напомню нашим радиослушателям, что нам, в принципе, можно позвонить и задать вопрос нашей гости по телефону 672-12-93-9-6-7-2-13-93-9 или написать в WhatsApp 230-6-1-9-1. И мы нашим радиослушателям и читателям сайта MixNews делали публикацию и просили присылать свои вопросы, поговорить на две темы. То есть наш эфир будет разбит на две темы. И актуальная такая тема, которая всех сейчас волнует, мы хотим поговорить о фильмах, которые предсказывают будущее. И Ирина Павлова специально для нашего эфира подготовила такой обзор. То есть о фильмах, которые предсказали события, которые происходят через некоторое время после их премьеры. Конечно, сейчас, когда все сидят на карантине и когда все столкнулись просто глаза в глаза, лицом к лицу с этой странной ситуацией, мы начинаем думать о том, что на каком-то тонком уровне, возможно, кто-то где-то это накаркал. Ирина, как вы думаете? Ну, накаркал не накаркал, а ситуация напрашивалась, так или иначе. Все время разрабатываются какие-то новые биологические, скажем так, штаммы. Все время возникают какие-то эпидемии, то Эбола, то свиной грипп, то еще что-то. Нас все время чем-то пугали. Мы не боялись, с удовольствием смотрели фильмы про все это, в том числе и, скажем, фильмы про старинные времена, про чуму и так далее. Вот мы сейчас столкнулись с этим вживую и можем соотнести то, что нам рассказывали, с тем, что мы сами переживаем. А как вам кажется, в принципе, вот как кино, оно может формировать как вот какие-то губительные сценарии, так и оздоровительные, позитивные, какие-то гармонизирующие. Но вот этих вот ужасных, катастрофных почему-то создается больше. Вот почему? А я скажу почему. А почему по телевизору не стало вообще, ну, скажем так, хороших новостей? Не стало рассказов о людях, которые что-то хорошее сделали, чем-то удивили? Почему у нас, почему вообще привыкли к огромному количеству трупов, к огромному количеству разрушений на экране? Видимо, видимо, человек ищет подсознательно такого-то освобождения от своих страхов через нагнетание этих страхов. И на этот запрос, может быть, молчаливый даже, и кино, и телевидение отвечают. Я представляю себе советскую эпоху, когда бы нам вдруг показали, ну, условно говоря, 11 сентября. Я думаю, что стационары моментально заполнились бы инфарктниками. А человечество смотрело это реалити-шоу, ужасаясь, но не отрываясь от телевизоров и не зажмуриваясь в ужасе. Смотрело, как люди бросаются из окон и летят с миллионного этажа. Смотрели, не отводили глаз. Понимаете, я помню, когда я смотрела фильм «Андрей Рублёв», там есть один ужасный эпизод с Кирилем Никуливым, которому заливают горячее олово в рот. Я этот эпизод посмотрела один раз в жизни. Один-единственный, первый раз, когда я не знала, что мне показывают. А всё остальное время, сколько раз я не пересматривала этот фильм, я в ужасе зажмуривалась, я не хотела больше это видеть. Но люди, видимо, сильно изменились. И они теперь не просто хотят, чтобы их пугали, им скучно, когда их не пугают. Ну вот, пожалуйста, получите и распишитесь. Нас напугали, нас напугали всерьёз. Только участниками этого реалити-шоу стали мытами. То есть вы проводите такую причинно-следственную связь между тем кинопродуктом, который стал популярен, допустим, в нашу эпоху, в последние годы или десятилетия, и тем, какая реальность рисуется, в том числе благодаря этому. Правильно ли я понимаю? Ну, отчасти так, отчасти хотя бы. Во всяком случае, человек вдруг полюбил, когда ему щепочут нервы, и перестал вообще включать душу и эмпатические свои собственные качества. Понимаете? Мы вообще почти перестали плакать во время фильмов современных. Мы плачем почему-то, когда смотрим старое кино. А когда смотрим сегодняшнее, мы полны любопытством, жестокостям и ужасом. Ну что ж, наше любопытство удовлетворено, я считаю. А вот если, скажем, в середине прошлого века очень популярны были антиутопии, то вот почему-то в последнее время какой-то постапокалипсис нам показывают. То есть если раньше и литераторы, и кинематографисты думали о том, как это общество можно как-то устроить, переустроить, как оно будет... А сейчас у нас сплошная постапокалиптика. Тоже я этому вижу объяснение. Очень долгое время искусство вообще в целом, и кино, и театр, и литература, и живопись, все искусство в целом было настроено на волну понимания человека, было настроено на волну со-чувствия, через дефис. Со-чувствия, со-переживания, со-участия. А сегодня искусство настроено на ленивую душу. Оно настроено на то, чтобы человек получал всё по результату, не включая ни мозги, ни сердца. Человек стал жить глазами, одними глазами. Я не уверена в том, что это правильно и хорошо, но, к сожалению, я вынуждена констатировать, что это так. И когда нам антиутопия рассказывала, вот может быть так, так, так и так, может быть плохо, но что мы можем сделать, то сегодня нас не спрашивают, что мы можем сделать, нам показывают, какими мы можем стать. В этом смысле прогнозы, предлагаемые художниками, крайне редко бывают симпатичными. Нам чаще показывают, в какое зверьё мы можем превратиться. Да, нам уже вот, кстати, написали вопрос по поводу телесериала «Зулюха открывает глаза». Мы этот тоже вопрос приготовили, но на вторую часть нашего разговора обязательно об этом поговорим. Отталкиваясь от того, что вы сейчас говорите, только что сказали о вашей реплике, да, действительно, это факт. Очевидно, что в денежном, по крайней мере, в таком индустрийном смысле сейчас преобладают фильмы-аттракционы, голливудские в том числе, но в широком смысле вы считаете, что в мировом и в российском, прежде всего, кино пропали и исчезли хорошие драматические, психологические фильмы о личностях и так далее? Они не совсем чтобы пропали. Я бы сказала так. Сегодняшнее искусство, сегодняшний кинематограф предпочитает не углубляться в душевный мир человека. Считается, что это скучно. Считается, что это не нагнетает, что вообще размышлять — это удел нескольких яйцеголовых, а кругом действие, 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 как можно больше экшна, как можно больше ужаса, как можно больше катастроф. Ну, 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 вы понимаете, если бы всё человечество, зрительская составляющая планеты, твёрдо сказала бы рублём или включением-включением телевизора, нет, я не хочу это, то, наверное, кто-то бы задумался. Но поскольку человечество никак не выражает своего отношения к происходящему, значит, ему предлагают всё больше и больше разнообразных этих аттракционов. Сплошной Диснейленд, только Диснейленд из-за ужастика. Напомним, телефоны прямого эфира. Да, 672-12-93-9, 672-13-93-9, Елена Павлова. Кинокритик у нас сегодня на прямой телефонной линии из Москвы. Вот у нас журналист Елена Смехова, газета «Суббота» задаёт вопрос. Сегодня одним из главных фильмов, которые предсказали будущее, называют «Заражение» Содеберга. Но есть российский сериал «Колл-центр», в котором хоть и не идёт речь о пандемии, но ситуация очень напоминает то, что происходит с нами сегодня. Я от себя добавлю о нашумевшей эпидемии по книге Яны Вагнер, которая конкретно рассказывает об эпидемии в Москве. Можно ли считать такие фильмы пророчествами в каком-то смысле? Я бы не обобщала. Во-первых, «Колл-центр» и «Эпидемия» это две абсолютно разные вещи, два совершенно разных продукта, сделанные абсолютно непохожими друг на друга художниками. Я начну с «Колл-центра». Значит, у меня профессиональный глаз. Если кино меня лично вот так вот не зацепляет, так, чтобы я смотрела, впившись в экран, и сочувствуюсь, переживая, я начинаю рассматривать, а где там чего наврали, а где чего. Знаете, чисто профессиональная въедливость. Так вот, поскольку «Колл-центр» меня совершенно никак не зацепил личностно, не составил мне вот этого самого жажды эмпатии, жажды сопереживания, жажды сочувствия, хотя мне нравятся эти два режиссера Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Мне нравятся стилистика, в которой они работают. Я понимаю их методику. Ну вот, что касается «Колл-центра». Когда вы говорите «мы» про нас, но это не про меня, понимаете? Значит, уже не «мы». Это во-первых. Во-вторых, когда драматург не знает, что ему делать с людьми в кадре, он этих людей заставляет, ну знаете, такая крысиная возня, шебаршиться. Он заставляет их как-то двигаться. Они двигаются, двигаются, двигаются как куклы. Хорошо они играют или плохо, это уже не имеет для меня ни малейшего значения. Просто я знаю, что я и огромное количество моих знакомых, в том числе и молодых, вели бы себя, наверное, иначе. Потом включаются ретроспекции биографические про каждого героя. Они включаются, я смотрю, у этого потаённые комплексы, у этого потаённые комплексы, у этого, у этого. А как этот террорист, эти террористы, мама и папа, про эти комплексы узнали? У меня возникал вопрос без ответа. Потом мне показывают лифт, заложенный в огромном здании. Я начинаю, понимаете, я отвлекаюсь от фильма и начинаю соображать. Это ж грузовиками надо было завозить строительные материалы, как никто не заметил. Это ж надо было закладывать, это же не за пять минут заложится, они же приехали на свой этаж в этом лифте. Ребят, не складывается у вас. Тут прощёлкали, там прощёлкали. А дальше-то я, как Станиславский, не верю. Как только перестала верить, перестала бояться, как только перестала бояться, стало скучно. Это что касается колл-центров, что касается эпидемии. Вот тут Павел Костомаров не стал слушать Яну Вагнер. Яна Вагнер написала такой женский, в общем-то, роман. Я не люблю женскую литературу. Я вообще не люблю женскую. Я люблю, чтобы не было гендерных различий. Если художник, значит, он художник. Я не должна вообще понимать, мужчина снимал или женщина. Я должна смотреть кино. Не моё собачье дело, кто заканул. Понимаете? Значит, ну, роман был такой дамский. А Костомаров сделал очень жёсткое мужское кино. Оно меня сначала напугало, сильно напугало. Пандемия ещё только начиналась. Мы все не более чем с любопытством смотрели про Ухань. И в этот момент выстреливает Костомаровский сериал. Я в него впилась. Мне стало очень страшно. Но я стала опять задавать себе бедливые вопросы. А что, вот если мне сейчас даже любимый папа скажет, ну-ка, хватай барахло и беги. Я что, победу, что ли? Нет, я задам вопросики. А тут не задавая вопросов. Если, условно говоря, интеллигентная, милая женщина, которая чуть не в обморок падает от пошлости соседских разговоров, через неделю после начала событий сериала спокойно грохает живого человека, хорошего или плохого, не важно, спокойно, и даже не испытывает по этому поводу никакой рефлексии, я думаю, ну как это вот сейчас, допустим, как бы я не напугалась. Ну, допустим, я самозащищаюсь, кого-то треснуло сковородкой по башке, и он умер. Неужели я совсем по этому поводу не стану переживать? Это же я! Я вот своими руками убила человека. Понимаете? А потом наступили страшные буквы. И вдруг я стала думать, а Паша, ты Костомаров, про людей, понимал кое-что получше, чем я. Я всё-таки привыкла о них думать нежнее, а мир оказался куда жёстче. Вот когда из Италии понеслись первые слухи о людях, которым стало нечего есть, и которые стали нападать на людей с сумками, выходящих из супермаркета, я подумала, не может быть, это же цивилизованный мир. Ребята, вы чего? Сейчас это происходит и в Москве. когда люди начинают бежать и прятаться, оставляя в городах своих стариков. Этого не может быть, говорила я себе. Сейчас я знаю, что это может быть. Но я также знаю, что один из героев фильма «Доктор скорой помощи», который мог спастись легко, а он сел в машину и помчался туда, где ад и где нет шансов выжить. Так вот я сегодня этих докторов вижу в реальности, которые мчатся туда, где нет шансов выжить. Мир оказался не таким, каким я себе его представляла. Взрослый человек, много поживший. И он оказался куда ближе к тому, что показал нам в эпидемии Павел Костомаров. Вот так я. Да, вот мы скоро подытожим уже эту тему сериально, такую постапокалиптичную. Но еще об одном сериале, немного более раннем, скажем так, и сериале, который, опять же, к нашей нынешней ситуации одновременно относится и не относится, и к России он относится и не относится. Это сериал «Чернобыль», который очень серьезно нашумел. Вот смотрели ли вы его? Наверняка смотрели. И какое мнение о нем у вас? Потому что он сочетает в себе, как кажется, и драматургию, психологизм, и в то же время не без экшена он тоже. Вы знаете, у меня к сериалу «Чернобыль» в базовом, скажем так, базе очень хорошее отношение. Прежде всего потому, что я люблю кино про людей. И это было кино про людей. Вот вы знаете, когда вцепляешься сердцем в кино, то промахи, просчеты, про, ну, какая-то неправда в деталях, она проскакивает мимо глаз. Я краем глаза цепляла это. Я помню, потом очень многие кричали, а, это вот клевета, не клевета. В целом, в серьезе, это не клевета. Потому что это было кино про людей, которые совершали подвиги. Знают, не знают. Которые боялись идти, но шли. Которые не знали, чем им это все грозит. Но, получив это, не жаловались. Это было про женскую верность. Не про тех, кто убежал и спрятался, а про тех, кто хранил память и любовь. В общем, американцы показали нам, нам, которые именно душевностью кино и славились всегда. Показали, что они еще могут делать кино о людях и их душе, а мы стремительно разучаемся это делать. Ну и давайте тогда попросим, у нас остается еще минут пять, ответить на вопрос радиослушателей. Ваше мнение по поводу сериала, Зулейха открывает глаз. Да, ну и скандалы, которые сопутствуют премьере этого сериала. Вы знаете, я не люблю вообще ничего скандального. Там, где скандал, я вижу реализацию каких-то своих сценариев. Понимаете? Я не могу сказать, что я в восторге от этой книжки. У меня к ней много претензий. Я была удивлена, когда она получила массу разнообразных премий. Как литература она меня мало впечатлила, скажем честно. Когда я смотрела сериал, я испытывала уважение к людям, этот сериал делавшим, потому что, ну как вам сказать, я видела за этим сериалом все, что туда было вложено. Вложено не только в смысле денег, а денег туда было вложено много. Туда было вложено много сердца. И то, что я, скажем так, не в восторге от этого сериала, скорее моя личная проблема, чем проблема сериала. У меня, опять же, к нему много вопросов, потому что я вынуждена повторяться, но я повторюсь все равно. Когда вещь не цепляет меня за сердце, я начинаю ловить блок. Это профессиональное. Это, скажем так, профдеформация критика. В данном случае профдеформация сработала. Но уважение, симпатию и понимание, как хотели, как старались, как много сердца вложили в этот сериал создатели, я не могу не видеть. А то, что ругаются, вы знаете, ругаются не по поводу сериала. Ругаются по поводу своих, повторяя представлений о реальности. Это, с одной стороны, ругается так называемая либеральная общественность с так называемой патриотической. Я говорю так называемой, потому что и одни не вполне себе либералы, хоть так называют себя. И другие, ну, скажем так, очень странные какие-то патриоты. Но, тем не менее, они сцепляются на идеологической основе, которая практически никакого отношения к собственному кино не имеет. Так что их скандал прошел мимо меня, я в эти игры не играю. И напомним тогда, что во второй половине нашей прямой линии мы будем говорить о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, в зеркале кинематографа. У нас очень много вопросов есть на эту тему. Пожалуйста, радиослушатели, можете писать нам, звонить в эфир. Мы будем отвечать на ваши вопросы. И сейчас еще у нас есть буквально пара минут в этой части, чтобы завершить тему сериалов и прочего. Я могу спросить, может быть, вот о чем. Вы когда говорили о гендерном разделении и о вашем неприятии этого факта в кинематографе, в принципе, мы сейчас последние сколько-то лет переживаем вот эту эпоху феминизма во всем мире, в том числе в кино. Естественно, движение Мету все это в первую очередь запустило. Ну и так далее. Вот насколько это проявляется в российском кино? Необходимо ли с этим считаться? И как вообще относитесь к этому? Как это отражается на кинематографе? Вы знаете, в кинематографе эти темы возникают. Как правило, это малоудачное кино. И разговаривать о нем... Знаете, разговаривать есть смысл об удачном. Пока оно неудачное, оно не влияет никак на умы сограждан. Что касается вообще движения феминизма, я не феминистка и не сочувствующая. Мне очень нравится быть женщиной, но мне нравится, чтобы были мужчины. Мне нравится, когда делают комплименты. Мне нравится, когда мне открывают дверь и пододвигают стул за столом. Я люблю, когда мужчины ухаживают за женщинами. И меня выворачивает наизнанку от слов блогерка, режиссерка. Я очень люблю русский язык. Я к нему отношусь с той мерой трепетности, с какой вообще только можно относиться к чему-то неодушевленному. И когда его коверкают в угоду нескольким, ну скажем так, не самым умным, не самым образованным женщинам, все мое естество протестует. Так что я боюсь, что я плохой ответчик на эти вопросы. Да, ну тогда мы, наверное, сейчас прервемся. Буквально на 10 минут у нас будут новости в эфире. Потом мы продолжим и уже перейдем к теме кинематографа о Великой Отечественной Второй мировой войне. Еще раз напомним, что у нас сегодня в гостях кинокритики Ирина Павлова. И нам можно позвонить по телефону 672-12-93-9-6-7-2-13-93-9 или написать в WhatsApp 230-6191. Никуда не уходите. Добрый день. Продолжаем нашу прямую линию. На связи студии «Радио Болтком» из Москвы российский кинокритик Ирина Павлова, художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля и член Международной ассоциации кинопрессы. Веду эфир я, Ольга Авдевич. Эфир проходит в рамках проекта «Культурная линия» совместно с Международным клубом журналистов «Формат А3». И в студии со мной мой коллега, ведущий радио «Болтком» Андрей Лешкевич. Да, ещё раз приветствуем, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, в этой части нашей программы мы хотим поговорить накануне 9 мая о войне в зеркале кинематографа. И у нас поступило уже очень много вопросов. Сейчас мы их будем озвучивать и будем просить Ирину ответить. Вот начнём сразу с двух вопросов. Мы объединили два вопроса, потому что они приблизительно в одном русле у нас звучат. Газета «Суббота» Лена Смехова, журналист. Почему чем дальше от нас уходит война, тем больше перевирается эта история в кино? Как могло случиться, что в стране, где снимались такие великие фильмы о войне, как они сражались за родину, зори здесь тихи, офицеры? Выходит на экраны «Штрафбат», «Служу Советскому Союзу» или «Сволочи». И вопрос от члена правления организации 9 мая ЛВС. Светлана Савицкая вас спрашивает. Насколько исчерпана за 75 лет сама тема Великой Отечественной войны в кино? И как реагирует современный российский кинематограф на изменение исторических трактовок и политического контекста этой темы Великой Отечественной войны? Я могу на этот вопрос ответить вот таким образом. Я вот сейчас слушала новости, пока была не в эфире, и там была произнесена фраза «Сейчас стало модно иметь деда-ветерана». Вы знаете, «Штрафбат», у меня воевали мать и отец, у меня воевали трое дядек и две тетки, у меня погиб дед, и один из этих моих дядек тоже погиб. Я не знаю, модно мне их иметь или нет. Я их любила, тех, кого знала, родителей, дядечек, своих, тетечек своих. Я не знала деда, который погиб, когда меня еще не было на свете, не было даже в проекте. Я за них молюсь, я их помню и люблю. Я ими горжусь. И знаете почему? Потому что ни один из них, кроме, кстати, моего папы, 20-летнего тогда, не был профессиональным военным. Это были учителя и врачи, это были профессора, это были обыкновенные люди, которые жили, рожали детей и совершенно не планировали никуда идти в добровольцы. Они планировали вырастить детей, купить шкаф, ну и многое такое вот простое человечество. Но когда стало нужно, когда они пошли ведь защищать не Сталина, хотя кричали за родину, за Сталина, они пошли защищать свой дом. Я спрашиваю себя, пошла бы я защищать свой дом, своих детей, своих внуков? Да побежала бы, понимаете? Я не знаю, была бы я такой мужественной, как они. Я не могу за себя отвечать. Но то, что пошла бы, это точно. И вот великие советские фильмы, про которые тут было спрошено, они ведь не рассказывали про идею. Я вот сейчас пойду на войну и буду героем. Так думали дети. Взрослые люди просто шли и делали свое дело. Без восторга они шли, понимаете? Они летали, зная, что в них стреляют. Они сидели в окопах, зная, что... У них не было никаких гарантий. Иногда у них не было даже никаких шансов. И когда мне про это рассказывают в кино, у меня сжимается сердце, и я плачу. Когда мне рассказывают про баб, получавших похоронки, у меня вот сейчас снова горло сжалось, понимаете? Я как представила, что мне пришло это треугольное письмо, меня затрясло. Когда мне сегодня показывают полукомпьютерные игры, про то, что все побежали, что танки сами поехали, что пули долго-долго сами летят, пули не летят долго, пули летят быстро. Вы понимаете, когда дети блокадного Ленинграда, дети рассказывали, что когда снаряд орет, зужжит, это не страшно. Страшно, когда он тихо, потому что тогда он в себя. Вы понимаете, как это может быть, модно или не модно? Когда мне говорят, 9 мая надо тихо посидеть, выпить водки и поплакать в углу. Вы знаете, я знаю, кому надо тихо поплакать в углу. В Германии можно тихо поплакать в углу, в Венгрии, Болгарии, Италии. Им есть о чем поплакать и погоревать. Нам есть чем похвастать. Наши голые и босые солдаты победили в этой войне. Наши безоружные почти что партизаны победили в этой войне. Наши врачи, не готовые к тому, чтобы с утра до вечера резать ноги, победили в этой войне. Чего нам плакать-то? Мы победили. И все. И на этом точка. И поэтому я люблю те фильмы, и не люблю эти. Понимаете? Это простая вещь. Ее чувствует каждый человек. Как мне кажется. Я очень нестерпилась сразу. По поводу этой реплики, которую вы в нашем новостном выпуске услышали, это, скорее всего, была реплика Маргариты Драгил. Она как раз представляет нашу организацию, вот эту 9 МАЛВ. И насколько я просто... Я не хочу передавать ее мысль, но насколько я это понимаю, речь идет о том, что праздник 9 МАЛВ во многом сейчас превратился именно в такую браваду, как она сама сказала, и в какую-то показушность. Потому что, как вы сказали, действительно, это День Победы, но для потомков нас это в то же время и День Скорби, потому что солдаты воевали, и солдаты погибали. А в том числе в кино, если мы про кинематограф говорим очень часто, это превращается в какой-то вот такой вот карнавал, и об этом и была эта фраза, что модно иметь деда-ветерана, потому что все сейчас хотят как бы приобщиться к этому празднику. Вот я это так понимаю, насколько вы согласны? Карнавализация всей истории про войну, она мне тоже не нравится. Понимаете, вот я пыталась перед этой программой вспомнить, сколько у меня любимых фильмов про войну. И вы знаете, я сбилась со счета. Они все разные. Летят журавли про одно, порох про другой, торпедоносцы про третье, они сражались за родину про четвертый. Знаете, их много, и я их все люблю, и люблю за разные. Я стала себя спрашивать, а вот, скажем так, фильмы 21 века про войну, какие мне нравы? Вот, ну, какие меня... Вдруг я поняла, что таких нет ни одного. Они могут быть лучше или хуже, но они не заставляют полюбить себя. Потому что любовь, это ведь штука простая. Любят, любят... Нельзя любить танк. Можно любить танкиста, но для того, чтобы полюбить танкиста, у меня есть фильм «На войне, как на войне», понимаете? А для того, чтобы полюбить танк, ну, у меня недостаточно душравных сил, я бы так сказала. Вот примерно такой у меня на этот вопрос ответ. А вот историк, редактор исторического журнала Клио Игорь Гусев спрашивает. Недавно на портале вот этого журнала разместили... Он разместил свои размышления как раз о кинематографе с вопросами, ну, почему в кинематографе последних лет показывают советских солдат какими-то совершенно либо ущербными, либо с какими-то зверскими качествами. Вот. И вопрос такой, что нужно сделать... Да, что нужно сделать, чтобы пробудить у современных, современных российских кинематографистов настоящую, непритворную любовь к России и к русской истории. Вот как пробудить у них любовь и уважение к русскому народу? Жестко. Простите меня, пожалуйста, очень смешной вопрос. Вы знаете, как пробудить материнский инстинкт в человеке, который не хочет детей? Ну как? Я не знаю. Я вообще считаю, что родину либо любят, либо не любят. Очень часто я вот разговариваю со своими друзьями, коллегами, которые там призывают на голову России всяческие несчастья и говорят, что они призывают на режим. Я их спрашиваю, да, ну хорошо, вот вы говорите, давайте разбомбим это всем частям собачьим. Но ведь бомбы упадут не только на режим, они упадут на меня тоже. Вам меня лично не жалко. Понимаете, человек, таков, каков он есть, он уже всему взрослый, человек всему научен. Переучить его, ну как его переучишь? Почему показывают таких солдат? Ну знаете что? Я ведь когда-то, начиная сначала перестройку, была либеральнее всех либералов на свете. Я была либерал-либералыч, я была за нашу и вашу свободу до такой степени, что рвала на себе тельняшку. Я знаете, обо что споткнулась в первый раз? Когда мне стали говорить, что Великая война, это Сталин воевал с Гитлером. Я сразу спросила, а ребята, как это, как это, как это? А на амбразору Сталин ложился? А от голода Сталин умирал? А в горящей деревне Сталин горел? «Вашу мать, вы что такое несёте?» И начинались долгие споры. Вот сейчас, когда рассказывают мне про миллиард изнасилованных немов. Ну, во-первых, я не знаю, было ли столько немов на земле, и у всех ли такие сексуальные аппетиты были, у русских солдат, если честно. Но, с другой стороны, об этом же говорят, ну, я не знаю, об этом говорят мои сограждане. Зачем это происходит? Вы знаете, вот я попыталась посмотреть как-то американские сайты и американские чаты. Просто поглядеть, что они, вы говорите. И они все, молодёжь и так далее. Мы победили, мы победили, наша победа. Знаете, их победа, они её приватизировали. А мы так заходили погулять. Мы, которые, повторяю, положили полстраны под гусеницы, мы погулять вышли. Мы сами, своими руками, эту победу раздаривали кому не лень. Понимаете? И в кинематографе мы её продолжаем сегодня раздаривать, потому что даже эти фильмы про победителей, они нам рассказывают про то, кто лучше стрелял. Они не про то, кто у кого болела душа. Не про то, как человек писал письма и ждал писем. Не про то, как человек в медальон складывал фото любимой девушки. Человек, который никогда больше её не любит. Понимаете? Мы возвращаемся к тому же, о чём я говорила в первой части нашего разговора. Кино должно быть про людей, а не про спецэффекты. Но разве свою голову приставишь на чужие плечи? У нас есть звонок радиослушателя. Давайте его примем. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, ваш вопрос. Вы знаете, вы правильно сказали, что действительно обидно, когда свои поливают грязью. А откуда всё это идёт? Говорят, рыба гниёт с головы. Вы помните, Путин что говорил? Он говорит, первый пострадал. Это Советский Союз от каталитарного режима, а не Польша во время войны. Это он говорит, что Советский Союз, это щаде ада. Нам только галоши производили. Вопрос. Да, знаете, вопрос есть. Вопрос такой, как вы относитесь к вашему верховному, так сказать, главнокомандующему и к вашему правительству? Поняли. Спасибо. Ну, я дополню сразу. Извините, у нас есть... Я отношусь к верховному главнокомандующему так, как полагается относиться к верховному главнокомандующему. Никак. Он есть и есть. Понимаете, мы, в принципе, да вообще все нормальные люди, которые не воюют на диванах, сидя в Фейсбуке, а которые живут свою жизнь, они ведь живут параллельно этим господам всем. Ну, я не знаю, господина Путина волнует, то, что я сижу второй месяц, почти два месяца сижу дома. Думаю, что его не очень это волнует. Да меня не волнует, что где сидит он, понимаете? Ну, что я должна по этому поводу сказать? У каждого свое правительство, у каждого оно чем-то хорошо, чем-то плохо. Мне грустно, что наше правительство мало думает о людях, о политике, о чем угодно, но не о людях. Не о людях, которые сидят, не о людях, которые привыкли жить от зарплаты до зарплаты, а у них зарплаты нет. Не о людях, у которых отняли общедоступную медицину, и сейчас мы за это расплачиваемся. Но они думают о чем-то своем, а мы думаем о своем. Это параллельные миры. Как я могу к ним относиться? Как к параллельным мирам? Вот тут логичный просто вопрос еще в тему нашего кинокритика Артура Замгороднего. Какую идеологию продвигает современное российское кино? Я от себя добавлю, вообще, насколько идеология влияет на кино, на военное в первую очередь, потому что это взаимосвязано. Вот как вам кажется сейчас, 25 лет назад и так далее? Знаете, формально, формально, наше культурное начальство и прежнее, и, видимо, нынешнее, потому что нынешнее еще ничего не успело сделать, оно целиком за продвижение идеологии о нашем замечательном народе, о нашей замечательной стране, о том, что у нас все потрясающе. Влияет ли это на те продукты художественные, которые производятся сегодня, никак не влияет. Тоже параллельная жизнь. Начальство издает свои вердикты, а художники, получив деньги, реализуют собственные фантазии. Нравятся ли мне эти фантазии? Нет. Нравятся ли мне эти вердикты? Да, тоже нет. Понимаете? Но была раньше такая игра, если бы директором был я. Вот у нас сегодня в такую игру не играют и профессионалов, не тех, которые про деньги, а тех, которые про искусство. Их ведь почти не спрашивают. Мне кажется, что мы из пандемии выйдем немножко другими, и, может быть, мы больше станем думать про душу и про человека. А может быть и нет. И тут не угадаешь. Может быть, нам начнут опять впаривать эти ужастики про «Все на свете», включая войну, где прилетели инопланетяне и победили. Ну, может быть, и так. Как угадаешь? Вот вопрос из Литвы. По поводу фильма «Холодная танго». Это фильм режиссера Павла Чухрая. Чухрая недавно сказал, что мы живем в государстве, где на протяжении многих лет искажали историю. То есть в СССР ее искажали тоже практически постоянно. Ваше мнение о картине? Почему, спрашивает Литва? Потому что действие в картине происходит в Литве. Это 40-е-50-е годы. И история любви. Он мальчик из еврейского гетто, а она, ее играет Юлия Пересильт. Лайма, Литовка, дочь врага. И фильм о том, как любовь преодолевает эти вот различия. Ваше мнение об этой картине? Я прохладно отношусь к этой картине. Она сделана сильным, уверенным мастером. И какие-то вещи, какое-то мастерство я не могу не отмечать. Что касается содержательной стороны, вы знаете, это сейчас очень такое, я не могу даже сказать модное, это сейчас поветрие такое, показывать тогдашний мир через людей с социальными различиями. Знаете, я хочу вам сказать, что искажение истории. Наверное, ни одна страна не рассказывает своему, ни одно, вернее, скажем так, правительство не рассказывает своему народу полной правды о том, что происходило. Но никто не рассказывает, потому что не рассказывает. Даже, я думаю так, даже во время той войны реальность с фронта не доносили до Сталина, не потому что боялись доносить, а потому что называлось это наши внутренние дела, это наше семейное дело, я и мой полк, я и моя бригада, я и моя дивизия, мы разберемся. Отчитывались либо о тяжелых провалах, либо, знаете, человеку вообще свойственно немножечко приукрашивать реальность, любую. И если мы сейчас ее начинаем приочернивать немножечко, то смысл этого мне глубоко не ясен. Да, российский кинокритик Ирина Павлова у нас сегодня по видеосвязи из Москвы. Нас спрашивают радиослушатели, кто у нас в гостях. Еще вопрос задам от кинокритика Завгороднего, тоже он довольно-таки в тему. Какими военными фильмами в таком случае может гордиться постсоветская Россия? Какие вы назвали бы просто удачными? Какие картины вам приходят в голову? Вы какие-то прямо злые, честное слово. Я только что сказала, что ни один из военных фильмов 21 века не люблю, а вы стали опять... Может быть, в 90-х были. Давайте будем про мастерство. Про мастерство, но без сомнений, я считаю по мастерству удачным фильмом «Звезда» Николая Лебедева. Хотя, если сравнивать, то старый фильм, который послужил, скажем так, источником вдохновения, мне нравился больше, он мне был по-человечески близким. Я считаю удачным и хорошо прошедшим, и талантливо сделан фильм «Битва за Сталинград» режиссера Сергея Макритского. Но опять-таки, вот вы понимаете, у меня есть с этим кинематографом, вообще вот с этим кинематографом, серьезные, как говорится, эстетические и душевные расхождения. Потому что я головой понимаю, что женщина-снайпер, это очень круто, если она особенно столько врагов убила. Но я ничего не знаю про душу этой женщины. Это «Битва за Севастополь», да? Мне этого не хватает. А кукушка Рогожкина? Ой, совсем-совсем забыли. Да, конечно, обожаю. Вот что я люблю. Вот это в самом деле кино про людей. Я просто забыла, поскольку там войны как таковой нет. Это история про людей войны, про то, как враги находят в себе человеческие ресурсы для взаимоотношений. Ну так у них есть посредник. У них есть посредник. Это так важно, чтобы был посредник. Чтобы кто-то сказал «брэк», когда они хотят убить друг друга. И кто-то сказал «обнимитесь», когда они опять-таки хотят убить друг друга. Это замечательное кино. Я его очень люблю. Я страшно горевала, когда его не выдвинули на «Оскар», потому что у меня была внутренняя уверенность, что этот фильм на «Оскар» может претендовать. Да, конечно, Рогожкин. И то, что Саша после «Букушки» замолчал, Александр Рогожкин, для меня ужасное, ужасное, профессиональная и человеческая травма. Как хорошо сказать. Огромное спасибо, что вы напомнили. Ну, кстати, говоря об «Оскаре», можем плавно перейти к автору, который выдвигался на «Оскар», Нехита Михалков. «Утомленный солнцем» тоже, в принципе, можно его назвать военным фильмом. Даже полноправно. «Утомленный раз». Что, простите? «Утомленный один». Ну, прежде всего, да, потому что он на «Оскар» выдвигался. Ну, а все, что было потом, это тоже, конечно, интересно. Он выдвигался, он получил. А, получил, простите, да-да-да-да. Да, я просто уже спутался пальмой ветвью. Сейчас не страшно. Каково ваше мнение о истории «Утомленных солнцем»? Первая часть, а все, что было потом. Я очень люблю, очень люблю фильм «Утомленный солнцем» один. Я его люблю за потрясающие художественные мастерства. Потрясающие. На мой взгляд, это был, ну, как сказать, ну, это вообще один из лучших фильмов Михалкова. Вот все, что делалось позже, у меня так или иначе вызывало разнообразные, скажем так, эмоции. А здесь я этот фильм видела в 1994 году, впервые увидела в Канне, где он, собственно, и номинировался на «Золотую ветвь». И я вам хочу сказать, что вот сейчас, когда образовались партии за Михалкова и против Михалкова, опять же, никто не смотрит на искусство. Все начинают кричать, ах, это плохо, ах, это ужасно, ах, Михалков такой, Михалков такой, или наоборот, поднимать его на щиты. Кричать, да вы кто такие, чтобы ему, значит, указывать. А я вспоминаю вот тот Каннский фестиваль, когда выдающиеся мастера кино на вечеринке по случаю премьеры этого фильма бежали к Никите со всех уголков огромного зала, чтобы обнять его и сфотографироваться с ним. Зал аплодировал стоя, и все были уверены, что «Золотая ветвь» у него в кармане, пока не появился со своей картиной «Пауфикшн» «Тарантино», который взорвал представление. Понимаете, мне вот то впечатление людей Каннского фестиваля, оно близко и понятно по сей день. Это бежали ведь обниматься и целоваться к Никите французы, итальянцы, немцы, американцы. К нему бежали все, потому что им, не потому что, кто он им такой. Они бежали его поздравить. Они хотели быть причастными к этой картине. И «Оскар», нравится нам это или нет, а американская киноакадемия особенно в те времена была достаточно умной организацией. И «Оскар» она не просто так ему выдала. Вот по поводу международных фестивалей у нас вопрос газета «Вести сегодня». Изменилась ли хоть чуть-чуть тенденция международных кинофестивалей, о которой вы говорили два года назад на творческой встрече в Риге? Приветствовать и награждать кино из России, где русские показаны уродами, дебилами-насильниками, а страна отстала и убогой. Ну вот вы знаете, мне трудно об этом судить, потому что мы давно уже никаких серьезных призов не получали. Вот сейчас получил серьезный приз в Берлине фильм Ильи Хржановского «Гдау». Ну, судя по всему, фильм, проект вообще впечатляли, «Потрясающий способ, каким он сделан». Ну, от этого способа, от того, что там показывают, меня человечески передергивают. Я опять же… Ну вот тут ум сердцем не в ладу. Голова может и понимать, что это потрясающе, сердце кричит «Нет, нет, нет, не хочу, не надо, выключи быстро». Понимаете? Вот потому что тенденция примерно та же. Примерно та же. Потому что это фильм не про людей, он про насекомых. Он про омерзительных, спаривающихся, воняющих, тупых, подлых, предателей, сдающих дух. Не могу об этом говорить. Понимаете? Ну, а как? Ну, не насекомая я. Не хочу я, чтобы про меня так говорили. И мои родители, которые жили в то время, про которое рассказывает фильм «Дау», тоже не были насекомыми. Ну, покажите мне, кто скажет, мой папа был насекомая. Или мой дед. Почему-то какие-то другие люди. Спросите того же Илюшу Хоржановского. Он своих близких в качестве прототипов поместил бы вот в этот гадюшник человеческий, в этот крысятник. Давайте после этого и поговорим. Ваше мнение о фильме «Дылда»? Я писала про этот фильм. Кантемир Балагов – человек очень талантливый. Когда я смотрела его фильм «Теснота», у меня, конечно, щелкали там. Вот это ученическое, это подражательное, это то, это сё, это сделано для нагнетания, это для того. Но центральный сюжет, центральные герои, они меня поймали. Знаете, это как в Библии сказано, «звероуловлен буду». Вот я была звероуловлена фильмом «Теснота», потому что люди в этом фильме были понятны и знакомы. Кантемиру Балагову он рассказывал про тех, про кого знает. А потом он сделал масштабный, дорогой, красивый, богатый и очень талантливый фильм «Дылда», в котором я не узнавала ничего из того, о чём читала в хороших книгах, смотрела. Я не блокадница, мне не с чем сравнивать, понимаете. Мало того, я по-человечески допускаю, что могло быть и это, и то, и пятое, и десятое. Я по-человечески допускаю, что могло быть что угодно. Человек — очень сложное существо. Но когда мне всё вот это нечистое, недоброе, неблагородное собирают на одном пятачке и показывают постблокадный мир, где женщина хочет ребёнка странным образом получить, но при этом даже слезинки не проронила по тому ребёнку, который погиб. Где шантажом и обманом заставляют сделать себе ребёнка. Где доктор, наверное, может сделать эктаназию несчастному, у которого не осталось ни конечностей, ни органов чувств, но рассказывать мне, что у него это стояло на потоке. Ну, враньё, понимаете. Это враньё, причём злонамеренное. И поэтому я к фильму отношусь плохо. Да, но правда этот фильм можно в большей степени как гротеск, конечно, воспринимать. Я вот подводя всё, что мы сейчас говорили, хотел вас спросить, как вам кажется вообще, можно ли военные фильмы изображать не в героическом таком порядке, а вот как-то выпячивать именно отрицательные какие-то вещи, в том числе. Насколько это, с вашей точки зрения, допустимо? И вот если говорить о каком-то таком взгляде нестандартном, то, например, в Советском Союзе есть как минимум мне приходят в голову две картины. Это «Комиссар Аскольдова» и «Проверка на дорогах Германа», которые оба легли на полку, оба представили такой нетрадиционный взгляд для того времени на войну. Тем не менее, как мне опять же кажется субъективно, картина достаточно выдающаяся, даже бездостаточно. Как вам кажется? Картина абсолютно выдающаяся. Не достаточно, а абсолютно выдающаяся. А теперь посмотрите, кто главный герой фильма «Комиссар»? Не комиссар в исполнении Номи Мордуковой, а кмит. А местечковый еврей Ефим Магазаник в исполнении Ролана Букова. Это он в центре сюжета. И это он полон такой любви, такого сочувствия к человеку. Посмотрите, он маленький, уродливый, кривозубый, а его любит такая красавица солнечная, какую Мария, какую играет Раиса Редактор. За что? Да вот за это. За огромное человеческое сердце. И это кино про это. Что такое проверка на дорогах? В этом фильме много жестокого и страшного. Но кто там в центре командира Локотков человек, тоже бык. который жалко человека, который сострадает человеку. Не тот, кого играет выжженный и высушенный горем Анатолий Солоницын. И даже не тот, кого играет Владимир Заманский. Это опять-таки Ролан Быков. Вы как специально мне дали двух Быковых. Вот Ролан Быков, который, повторяю, вот этим своим абсолютно негероическим обликом, всегда в этих картинах несет свет человечности, он и есть камертон обоих картин. А я бы к вопросу о том героичный и негероичный вспомнила еще один фильм, фильм Семинара Нойча торпедоносцы. Вот так вот смотреть это кино, да, там пролетчиков-торпедоносцев, живущих в военном городке, не сидящих в окопах. Все они обалдуи, они пацаны, хулиганы, шалуны, безобразники. Они чего-то вечно придумывают такое, у них какие-то романы дурацкие, у них много чего абсолютно невоенного, абсолютно бытового, тылового. А потом они садятся в свой самолет и летят на смерть. Вот как это? Ты уходишь на работу, зная, что ты с нее можешь не вернуться. Каждый божий день. А потом возвращаться и опять шутки свои шутить. Дело в том, что в войне-то победили как раз вот эти пацаны, 20-летние охламоны. Они могли шутки шутить и с девчонками по парадным целоваться, а они надели на себя все это и пошли и победили. Мальчики, посмотрите на своих 20-летних мальчиков, на своих 20-летних девочек. Вот такие они были дети, которые быстро-быстро стали взрослыми. Можно я еще про один фильм спрошу быстро, не могу отказать себе. Фильм, который, как мне кажется, если мы уже говорим про фильмы про Вторую мировую, один из самых важных, это фильм Эмена Климова «Иди и смотри». Фильм, который второй раз в принципе смотреть мало кто отваживается. Как вам кажется, такие фильмы вот в таком изложении нынешний зритель нуждается в них или эта прививка она уже была привита и в принципе это понимание есть? Знаете, нынешний зритель показывает, что он нуждается в щекотке нервов, а не в душевных травмах. Когда этот фильм делал Эмена Климов, он хотел вот он уже чувствовал, куда дело клонится, куда оно идет, что оно идет либо к лакировке, либо к пуколкам, стрелялкам. И он сделал фильм на вылет, на отмашь. Он сделал кино про то, как болит плоть, не душа даже, как болит плоти, больно. Он показал крупным планом сожженную человеческую плоть. Это очень страшно. Он показал крупным планом животный человеческий ужас. Но простите, пожалуйста, я сейчас назову вещь, о которой стараются не говорить, но я все равно скажу. А вот потом, после этого, случилось 2 мая 2014 года в Одессе. Живая плоть кричала и горела. А интеллигентные, симпатичные люди комментировали это. Неплохо горят, неплохой шашлык. Я ответила на ваш вопрос. Люди изменились, и я не хочу думать, что они изменились навсегда, но то, что они изменились, я вижу. Вопрос магистрант Института культуры Оксана Каре. Почему в среде молодых и модных современных кинематографистов стало модно пропагандировать мысль о том, что День Победы это не праздник, не торжество, это день скорби и печали. Откуда ноги растут у этой новой правды? Это неправда, это идеология. Еще раз скажу, повторюсь, обратите внимание, много ли американцев или англичан в этот день горюют? скорбят, они празднуют, понимаете, они не стесняются считать себя победителями в этой войне, потому что такова государственная, потому что такова общая установка, такова установка общества. Наше сегодняшнее общество поляризовано, наше общество воспитуемо и воспитывает его, ну скажем так, не очень любящие Россию люди. К сожалению, прививки, сделанные Левом Климовым и другими большими мастерами, оказалось недостаточно. ну недостаточно, ну что я тут могу поделать? Вот интересный вопрос от руководителя фестиваля студенческих спектаклей Станиславский ЛВ Натальи Захарьят. В чем, на ваш взгляд, заключен смысл в создании ремейков на выдающиеся советские картины о войне, что побуждает современных кинематографистов переснять «Зорь здесь тихие», «Молодую гвардию», а государство выделит на съемки деньги? Государство оно ведь, как сказать, государство не может быть ни умным, ни глупым. Государство такое, какое оно и есть. Государство дает деньги в расчете на то, что художники повторят огромный, огромный всенародный успех старых картин в современном, если угодно, антураже с современными артистами. Что делает сегодняшний режиссер, сегодняшний продюсер, он производит продукт, контент, понимаете, тоже в расчете на успех, только у него представление о своем зрителе, ну, примерно, как о марсианах, понимаете. Вот, когда, когда делает свою эпидемию Паша Костомаров, сейчас не будем вдаваться в оценки, просто он знает, что его кино буду смотреть я, например, допустим. И он находит рычаги давления лично на меня и еще на кого-то, кто ему кажется для него важным зрителем. я не знаю, какого зрителя новоображали себе авторы этих ремейков, я не знаю, что они вообще имели в виду, но то, что эти ремейки все проваливаются с треском и не вызывают никаких положительных эмоций, означает только одно, что, извините, пожиже вышло. Ну, то есть первоначальная планка была слишком высока. Напоминаем, что у нас в эфире российский кинокритик Ирина Павлова и Ирина Павлова руководит российскими программами Московского международного кинофестиваля. И мы хотим попросить вас рассказать, в этом году вот из-за чрезвычайной ситуации Московский кинофестиваль перенесен, что будет и вопрос от журналиста Марии Насардиновой, это журнал Паста и Гару, как пауза в фестивальном движении вообще скажется на киноиндустрии? Не обгонят ли на этом крутом повороте сериалы? Будет ли у зрителей боязнь публичных просмотров? Как вам кажется? Мне так приятно, что зритель считает меня чем-то вроде Господа Бога, но я не Господь. к сожалению, но я не Господь. Я не могу прогнозировать, я могу говорить только о том, что твердо знаю. Так вот, что я могу сказать? Фестивали пока что перенесены на осень, что западные, что наши. Они перенесены на осень, и как они пройдут, я не могу даже представить себя. Я знаю только одно, что мы с командой, у нас гроза, простите, пожалуйста. Так и должно быть в начале мая. Да, кстати говоря. Да, значит, вот все, что я могу сказать по этому поводу, мы готовились к апрелю, мы всей командой собирали программы, и они у нас были почти собраны, мы всей командой составляли концепции, и они были составлены, знаете, и когда мы передвинулись, мы поняли одно, что-то из того, что было уже сделано, нам удастся сохранить, что-то придется менять, потому что, ну, скажем так, картины эти уже выйдут на экраны, на экраны, причем компьютеров и телевизоров, а не кинотеатров, и, значит, нам надо будет что-то менять. Зал Дома кино, в котором проходят российские программы МНКФ, всегда был полным, это большой очень зал, несколько там, у нас три зала и все работают во время фестиваля, вот, они всегда были полными, что сейчас будет, мне страшно думать об этом, а я надеюсь, я очень надеюсь, что все состоится, как обещано, в октябре, что люди какие-то посмелее придут, хотя и будут рассаживаться через несколько кресел друг от друга, и еще об этой болезни я могу сказать, вот сейчас заболело, у меня очень много друзей болеет, очень много, кто-то из них лежит по больнице, кто-то сидит дома, кто-то рассказывает о том, что он болен, а кто-то тихорится, это все по-разному, но я могу сказать одно, очень многие из них месяцами не выходили из дома, как проникает инфекция в их организм, бог весть, и мне трудно судить даже о том, насколько эффективен карантин, мне трудно об этом судить, я его не отрицаю, я не диссидентка, но я и не свидетель секции святого Камида, понимаете, я посерединке, у меня шестеро не близких, но знакомых умерло, мне очень их жаль, у меня болит сердце за их семьи, как это случилось, для меня загадка, я думаю, это загадка для человечества, и я думаю, что одни правительства придумали такую концепцию, другие правительства придумали другую концепцию, но мир живет, к сожалению, по воле своих правительств, а не потому, как кому кажется рациональными, за нас все время кто-то придумывает нашу жизнь, ну да, вот фестивали переехали, и залы будут или не будут, это тоже не вполне, чтобы наша придумка, это обстоятельства, они грустные, и сериалы, конечно, они уже начали побеждать, они еще до эпидемии начали побеждать, а знаете, еще я скажу почему, западные сериалы, потому что они украли у кино вот эту мою любимую формулу, кино про людей, а экранное кино сделалось большим аттракционом, а наши сериалы, к сожалению, и не особо чтобы про людей, а пробегать, прыгать, полюбил, позвонил, и не так чтобы про аттракционы, потому что на этом экономия идет большая, я очень люблю, знаете, как сериалы смотреть этические, я сижу и смотрю сколько денег на экране, я вижу как экономили, я вижу как экономили на всем, я не знаю сколько их было на самом деле, но экономия, но жадность, но скупость в этих сериалах, в большинстве из них, ну не таких, как землейка масштабных, а в большинстве видна, вот граждане, учитесь, если вы жадные, учитесь хотя бы скрывать на экране эту жадность, вот такая скажем у меня, такое пожелание. Ну вот и напоследок вопрос, из разряда конечно запрещенных, но все же, какие фильмы последнего года двух, трех, пяти, российские, не только, лично вы посоветуете посмотреть и не пропустить список Павловой? Список Павловой? Он сложный, он такой, он прямо такой трудный. Вы знаете, у меня есть один любимый фильм, но я уже в зубах навязывала с этим фильмом, я всей душой полюбила фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова, просто всей душой. Вот я хочу сказать, я прожила довольно длинную жизнь, у меня ребенок попадал в детскую поликлинику, где была дура, допустим, врачиха, которая вообще не понимала ничего ни про медицину, ни про детей. Я прожила жизнь с медициной, в которой были всякие вещи, в том числе и нехорошие, в том числе и мездаинство, но я прожила жизнь с медициной, где умели спасать и спасали. И в наше, и в не наше время. А врачи на экране, ведь сколько сериалов про врачей сделано в России? Миллионы. А врачи на экране вдруг как-то внезапно превратились в халатонорбцев. Когда-то это были носители большой идеи, победители, открытая книга, степень риска, каждый день доктора Калининга. Это были фильмы про потрясающих врачей, про врачей умниц, про врачей, которым хотелось подражать. Сейчас врачи носят белые халаты и создатели фильмов интересуются, кто-то роман крутит, но будем так говорить, понимаете. если художник создал фильм про человека, который талантлив, который страдает, которого оптимизировали, у которого мало денег, но который по-прежнему жалеет и хочет лечить людей, я обожаю это кино. Смотрите его и учите его наизусть. Кино такое должно быть, на мой взгляд. Наша прямая линия подходит к концу. Мы благодарим Ирину Павлову, которая была с нами на связи из Москвы. Ирина, гроза идет в Москве? Да, вы знаете, тоже хитрая штука, Москва очень большой город. У меня гроза, и я пишу у себя на страничке, ой, там полыхает у меня все, а мне пишут с другого конца Москвы, ты что, ты где это увидела? Поэтому у меня идет. Пускай гроза, мы желаем, чтобы гроза смыла все плохое, чтобы все было хорошо, в будущем, чтобы фестиваль состоялся, чтобы фильмы выпускались, мы будем пользоваться вашими рекомендациями. Спасибо огромное, напоминаем, что этот эфир прошел в сотрудничестве с проектом Культурная линия. Всего доброго и до свидания. До свидания.